Центральный Хурул Калмыки отметит свой 15-летний юбилей. Наступивший год для калмыцкого народа полон юбилейными событиями. Столетие автономии, 75 лет Великой Победы и 15-летие достояния Республики Центрального Хурула Золотая Бицель Будды Шакьямуни. В течение года проходит ряд праздничных мероприятий, но из-за пандемии принять в них участие можно только в онлайн-режиме. О предстоящем юбилее и об истории создания самого большого буддийского храма в Европе в видеоматериале Светлана Джиевой. Изначально на этом месте планировалось построить небольшой дом в центре зала, усыновить из вояний Будды, людей принимать буддийские праздники. Но когда обсудили проект, то решили строить с размахом. За рекордные 9 месяцев здесь построили самый большой храм Европы. Возведение храма стало поистине всенародным. Каждый житель Калмыкии внес свою лепту. Масштабная стройка началась с благословения духовного лидера всех буддистов Далай-Ламы XIV. Свою работу проводили и монахи. Им было доверено заполнять священными мантрами ступы и молитвенные барабаны. Говоря о центральном хуруле, то тут мы должны вспомнить историю вообще возрождения буддизма в Калмыкии, когда еще в далеком 88-м году только началось возрождение буддизма. Тогда был у нас маленький молельный домик на улице Лермонтова. Все вы, наверное, помните. После этого в 96-м году мы построили еще новый хурул. Это аржанский хурул Гидынши Дубча и Корлинг. Хурул строился на искусственной насыпи. Его белые стены символизируют чистоту веры. Дата открытия хурула была выбрана не случайно. Этот храм посвящен погибшим в годы депортации. Как говорит Шаджин-Лама Телу Тулку Римпочи, Этот храм – знак того, что мы можем достичь, если объединим усилия. За эти годы изменилось внутреннее убранство и художественное оформление храма. Увеличился книжный фонд библиотеки. Музей пополнился новыми коллекциями. Величественное здание можно увидеть с любой точки города. Здесь почти всегда звучит особая мелодия, которая действует на человека успокаивающе, заставляет задуматься о смысле жизни, о бытие. А в празднике совершаются главные молебны. Когда монахи читают молитвы, в душе поселяется покой и благодать. Название «Золотая обитель Будды Шакьямуни» основано на особенности самого храма. В нем преобладает золотой цвет, а на втором уровне в молитвенном зале находится крупнейшая в Европе девятиметровая статуя основателя буддизма Будды Шакьямуни. Она покрыта сусальным золотом, а внутри монумента заложены священные предметы – мантри, благовония, драгоценности и пригоршни земли из каждого района республики. Также ценностью является книжный фонд библиотеки. Собрано очень много разных ценных буддийских текстов. Прежде всего, это полное собрание учения Будды Ганджур и поздний комментарий учения его учеников, то есть и других учителей Ганджур или Тенгюр, как мы говорим. Кроме того, есть и другие разные буддийские тексты, в том числе и разные такие редкие старые издания текстов, к примеру, как «С утра золотого света» или, по-колымскому говорим, «Алтенгерль». Центральный хурл за 15 лет стал культурным достоянием. Ежегодно его посещают туристы как из России, так и из других стран. Ведь именно здесь гости знакомятся с буддийской культурой, узнать характерные особенности и обычаи нашей религии. Для того, чтобы попасть на службу, совсем не обязательно быть буддистом. Двери этого святого дома всегда открыты. Светлана Джиева, Владимир Цуглинов, информационная программа «День республики».